Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды. Мы с тобой традиционно для этого дня собираемся, чтобы еще раз оценить общую ситуацию и техническую, и фундаментальную по рынкам, посмотреть за тем, зачем стоит посмотреть с учетом тех возможностей, которые мы с тобой нашли. И, конечно же, все это делается для того, чтобы дать рекомендации, помочь в принятии торговых решений, чуть-чуть подтолкнуть и разобраться, опять же, в том, что на рынках сейчас актуально. Я предлагаю тогда сразу перейти к демонстрации экрана и начнем мы, чтобы уж не выбиваться из старой доброй традиции, с оценки ситуации по индексу доллара. Так, демонстрация должна была пойти. Друзья, перед вами график индекса доллара. Собственно, что мы видим в моменте? Мы видим котировки 92.13, и если говорить о локальных максимумах, которые были достигнуты, опять же, в начале этой недели, это максимум 92.52, в принципе, изначально многими инвестбанками предполагалось, что существенно выше данного уровня мы не пройдем. Пока что видим то, что 92.50 реально как сопротивление сработало. Сейчас в моменте рынок корректируется, снижается, основные распродажи пришлись на вчерашний день, и все это было, может быть, связано все-таки с приближением вот этой сакральной даты, когда американские власти окончательно примут пакет фискальных стимулов. И сейчас все трейдерское сообщество делится на два лагеря. Это на тех, кто полагает, что новые фискальные стимулы приведут к росту инфляции настолько существенному, что рост инфляции испугает американский регулятор и заставит его пересмотреть денежно-кредитную политику, заставит его повысить процентный ставк. Это, конечно же, фактор поддерживающий такой сценарий для доллара. И другая категория трейдеров, которые считают, что рост инфляции не будет настолько критичным, чтобы заставить американский регулятор пересмотреть свою денежную политику. И то восстановление доходности американских облигаций, на которые ориентировался доллар, оно было связано только лишь с спекулятивной атакой, без каких-то органических причин. И если так, то тот рост инфляции, который произойдет после того, как экономику валют дополнительно 2 триллиона долларов, он максимум, что сделает, это повесит риск инфляционного давления на валюту того региона, где эти деньги, соответственно, печатаются. То есть в данном случае для доллара. Я такой сценарий разделяю с большим интересом, потому что видел, как доллар реагировал на инъекции доп. ликвидности в 2020 году, и считаю, что особенно, ну, существенным образом, с тех пор ничего не изменилось. И на такую порцию ликвидности, как 1,9 триллиона, должен, должен, доллар должен отреагировать все-таки логичным ослаблением. Поэтому ранее я давал рекомендации. Это стелс-стоп с уровня 91.90. Это сделка сейчас актуальна. По индексу доллара ничего нового давать не буду. Держим шорт. И, кстати, следующий эфир у нас с тобой будет в понедельник. И по всем планам, по тем дедлайнам, которые еще соблюдаются, мы с тобой уже в понедельник, скорее всего, получим возможность конкретно обсудить принятые фискальные стимулы, потому что они должны быть окончательно согласованы в палате представителей, подписанных Джо Байденом, до конца пятницы. Так, чтобы в субботу чиновники начали уже раздавать вот эти чеки на 1400 долларов. Ну, надеюсь, то, что сроки эти в очередной раз не будут перенесены, и в понедельник мы с тобой подведем итоги уже. Так, по нефти я очень хотел поймать все-таки коррекционный отскок, чтобы впоследствии использовать его для удержания длинных позиций. Сделка была бы лимит 68.50, но быстро этот уровень мы прилетели и достигли стоп-лоса. Новых сделок по нефти не будет. В принципе, рынок для меня сейчас крайне неопределенный, потому что вроде как есть и фундаментальный фонд по всем канонам, по факту прошедшего заседания ОПЕК, что рынок может восстанавливаться. Вроде бы как и действительно массовая кампания по вакцинации, все это улучшает перспективы экономического роста. Вчера вот прогноз Организации экономического сотрудничества и развития был улучшен по сравнению с прошлой оценкой по темпу роста мировой экономики на 2021 год, улучшен на 1,4%. То есть все располагает к тому, чтобы спрос повышался на сырьевые товары, потому что будет расти мировая экономика. Но вот мы видим то, что коррекция продолжается уже третий день подряд и не хочу больше испытывать. Буду сейчас локально работать с этим активом. По золоту была рекомендация длинная сделка с уровнем 1710, сейчас котировки 1712. Я рассчитываю на то, что меры экономического стимулирования приведут не только к снижению курса доллара, но также и к росту золота, потому что те самые риски около инфляционных, о которых я говорил в отношении американского доллара, это позитивный фактор все-таки для рынка драгоценных металлов, в данном случае для золота. Мы восстановились довольно неплохо с локального минимума 1.680 уже до уровня 1.740. Это максимум вчерашнего дня почти на 40 долларов. Но я думаю, что это еще не предел. Короче, держим прежнюю позицию. И сегодня я хотел бы порекомендовать S&P. В прошлый раз ты об этом индексе говорил, я решил тоже добавить свои 5 копеек в плане рекомендаций. Сейчас S&P котируется на уровне 3868. Вчера 3900 мы видели, но последовал откат. Чтобы как бы работать с одной фундаментальной идеей, только что я сказал, что экономические стимулы каким образом повлияют на доллар и на золото. Считаю, что эти самые экономические стимулы прежде всего приведут к росту американского фондового рынка. Опять же, по аналогии с 2020 годом, что приличная часть денег должна достаться американской фонде вот из этих чековых выплат на 1400 долларов на каждого американца. Фондовый рынок в целом уже несколько дней пытается отбиться от локальных минимумов, восстановиться и вернуться к локальным-историческим максимумам. Я думаю, что S&P все-таки по факту анонса этих экономических стимулов получит возможность это сделать. Поэтому сделка сегодня buy stop 3900, stop loss 3850 и ждем уже выше 4000 пунктов. Виталий, слово тебе. Ну, кстати, по поводу этих выплат. Вчера читал статью, по поводу, там проводили опрос от 25 лет до 40 лет. Если там будет выплата 1400 долларов, то где-то 50% опрошенных планируют инвестировать на фондовый рынок. Ну да. Поэтому посмотрим, посмотрим, заработают, не заработают они. Инвестировать на хаях. Да, да. Недавно я смотрел как раз документальный фильм, такой интересный, по поводу этого великой депрессии, как там инвестировали на фондовый рынок. Там есть разные данные по поводу того, как там, что это население раздуло этот пузырь. Но на самом деле там были 2 компании, которые каждый день инвестировали в среднем где-то 50 до 100 миллионов долларов. То есть это если пересчитать на золото по тем ценам, то это огромные деньги. Именно они раздували этот пузырь. Там приводились кто за этими компаниями, и как потом, что на самом деле большая депрессия, она, скажем, как бы не была причиной того, что это фондовый рынок повлиял, потому что там население на самом деле инвестировало немного в процентном соотношении. Там больше говорят, что специально обанкротили первый банк, это Нью-Йоркский банк. Там было около 400 тысяч семей евреев. Как эти деньги оттуда изъяли, потом посыпали другие банки, и как эти деньги все потом с экономики США инвестировали в СССР, индустриализацию. Ну, достаточно интересный твой фильм. Кому интересно, могу ссылочку кинуть. Я думаю, было бы здорово, если бы реально ты поделился ссылкой. Уверен, что многие захотят посмотреть. Да, достаточно интересно. Итак, по поводу СНП-500. В прошлый раз я говорил о шортах. Шорты не сработали. Надеялся, что мы уйдем вниз. Но учитывая сейчас, смотрел там другие индексы, допустим, тот же Dow Jones, он вообще переписал ХАИ на этой неделе. DAX немецкий там вообще в космос улетел. Ну, пока еще NASDAQ болтается там на минимумах. Достаточно сильно, да, по отношению с ХАИ. И СНП-500 тоже он где-то посерединке вот этого ХАИ минимума. На текущий момент, пока я вне рынка, вчера получил стоп-лосс. По данному активу также давал своим подписчикам шорты СНП-500. Хотя сильно сомневался, но мы закладывали минимальный риск там до одного процента, поэтому как-то вот так. По поводу лонга, в принципе, цену поджимает. Посмотрим, как пройдем вот этих ХАИ локальные. Возможно, дальше уйдем по трендам, как и другие индексы. Также была у меня идея налог по канадскому доллару. Я с этой идеей, то есть я ее в понедельник, достаточно даже довольно длинная история была. Изначально я канадский доллар и на прошлой неделе еще шортил, выходил, покупал в понедельник. Вот на этой отметочке покупали канадский доллар и вышли в понедельник вечером. Почему? Потому что вот здесь скинули под вечер импульсом, проторговались. Я понял, что здесь скорее будет какой-то шорт. мы вчера утром перезашли в шорт, взяли небольшое движение, там около 50 пунктов, и на текущий момент, напомню, сегодня будут новости по данному активу, процентная ставка. И здесь пока сложно понять, что здесь рисуют. Есть предположение, что могут и в шорт сильно скинуть, где-то примерно на пунктах 100. Но я пока буду придерживаться лонга, хотя это вопреки, скажем, каким-то моментам на рынке сейчас рисуется то ли разворот, то ли какая-то коррекция, то ли идет обманка, я не понимаю. Поэтому пока канадский доллар, мы вчера вышли с шортов, и сейчас конечно цены такие для покупок достаточно большие, вчера вечером по закрытию рынка были неплохие, поэтому можно попытаться раздробить объемы, купить с текущих снова канадский доллар, и если он пониже уйдет где-то в район 26.50, 26.30, тоже докупиться со стоплосом за вот эти минимумы, которые были на прошлой неделе в районе 1.25.70. И посмотреть, что здесь будет. Возможно, с этого накопления будут хорошие прострелы, мы уйдем на разворот по данному активу. Обязательно соблюдать риски, потому что здесь каждый раз, как выкупают, все время скидывают с этих уровней, плюс у нас здесь по канадскому доллару еще присутствует шортовый тренд, поэтому достаточно такая рискованная сделка, может дальше провалиться по крайней мере. сегодня будет новость и шпильки будут, плюс канадский доллар, он любит на новостях делать какие-то проскальзывания, улетать очень сильно и так далее. Дальше по поводу нефти. Нефть вчера пробовал даже чуть черпить, но пока нету такого сильного паттерна коррекционного, чтобы войти, так как у нас в понедельник как раз произошел сильный импульс вниз, и у меня такое ощущение, что нефть будет дальше падать вплоть до уровня где-то примерно 60 долларов, это олайн, бренд аналогично вот эти минимумы в прошлой неделе. сильная волатильность по данному активу в шахте стекущих хотелось бы чуть чуть повыше где-то в районе если так посмотреть где-то 65 где-то плюс-минус отсюда я бы шартанул нефть попробовал можем из стекущих падать так как у нас зажимают цену но обязательно нужно соблюдать риски так как здесь сильный тренд наверх но назревает какая-то коррекция будет анализ стекущих или чуть повыше пока у меня такое мнение по данному активу дальше что у нас золото золото вчера нарисовало достаточно сильный импульс наверх возможно это импульс разворотный по этому тренду но это пока мало информации нужно здесь еще что-то нарисовать так как сегодня мы можем дальше протолкнуть аналогично тот же евро доллар вот он вчера тоже якобы показал какой-то импульс индекс доллар аналогично но это мало информации для того чтобы торговать контртренд аналогично таки по золоту по евро по индексу доллара здесь бы чуть-чуть побольше информации так как пытались мы на прошлой неделе аналогично индекс доллара словить какую-то коррекцию я пытался дал здесь аналогично был импульс коррекция и потом мы по тренду поэтому пока я воздержусь торговлей этими инструментами но для тех кто так скажем сильно хочет покупать евро шансы очень мало мы можем еще через какое-то обновление минимума пока сложно сказать есть даже франк вчера скинули сильным импульсом какая-то коррекция возможно уйдем ниже тот же евро доллар хотя бы его чуть-чуть выкупили выше локальной поддержки можно поговорить о покупках а так сейчас можно продавить дальше по тренду и золото аналогично пока осторожно у нас сильные тренды один канадский доллар что-то аккумулирует какую-то проторговку и самое интересное то что все большинство инструментов таких евро доллар франк и иена как я уже давно говорил что франк и иена они раньше всех развернулись некоторые инструменты тоже канадский доллар он только в какой-то небольшой коррекции и другие активы аналогично тот же даже мексиканский доллар против американского доллара тоже там разворот тренда пошел хороший вот так понял Виталий спасибо тебе за комментарии ну что ж следим за развитием событий напоминаю что до конца недели должна произойти развязка по экономическим стимулам поэтому мы всегда настраивали вас друзья на то что владельность будет значительной но я думаю что в этот раз закрытие недели будет очень подвижным очень интересным контролируйте риски следите за загрузкой депозитов это крайне важно особенно сейчас Виталий тебе хорошего закрытия недели и классных выходных в понедельник уже все это обсудим очень надеюсь то что наконец-таки удастся оставить позади вот эту тему стимулов но достала она уже всех и хочется двигаться уже дальше спасибо Виталий до встречи до встречи